Сейчас 10 часов утра в Гурзуфе. Туман легкий над морем. Море начало греться. Это произошло вчера. Мы с Павлом Шумовым отправились на виноградники у Айпетри. Солнце, тепло, 20 градусов. Мы нашли одно из любимых мест Федора Захарова. Завораживающая картина. Виноградники, доходящие по цвету до красного, осенью. И Павел посмотрел в сторону моря. Была тонкая полоска облаков на горизонте. Паша говорит, что этот туман через час будет здесь. Удивительно. Человек здесь живет, в Ялте, знает здешние места. И действительно, через час нас постепенно накрывает туманом. Море греется. Редкое явление в ноябре, потому что тепло и туман. Просто над морем ничего не видно. Мы на пригорке. Но он через какое-то время накрывает и нас. Картина удивительной красоты. Я такого никогда не видел. И я написал несколько коротких работ, семь работ, которые вам буду постепенно показывать. И покажу то, что писал Павел. В этих местах очень важно ловить состояние природы. На рассвете горы Ай-Петри розового цвета, как говорит Паша, я еще не видел и не был на рассвете. Но это одна из моих идей. Просто я здесь без машины сейчас. И добраться из Гурзуфа до Ай-Петри рано утром пока что для меня сложно. Но я подумаю, как это сделать. Здесь тоже хорошо. Мне на самом деле грех жаловаться, потому что рядом со мной тоже виноградники. Ну, это просто другой вид. Красота невероятная. Но художнику всегда куда-то хочется стремиться открывать новые горизонты. Приезжайте, приезжайте. 12-го начнем работать. 5 дней живописи не забывайте. Приглашаю. Самолеты летают. Все в порядке. С 12-го по 16-е. Жду вас. Работаем здесь, в Гурзуфе. Ну, несколько вопросов. Андрей Матвиенко. Доброе утро, Вячеслав. Здрасте, Андрей. Восточная философия, это, конечно, интересно. Но не могу себе представить спокойно сидящими, например, Пушкина или Есенина, Тарковского, или Фелине, Королева, или Туполева, Фешина, или вас. Заснуть можно. Ну, про других не знаю. А про себя могу сказать, что это совершенно естественно – сидеть спокойно. Речь-то была, ну, в прошлом видео, о том, что… Чтобы не делать лишних движений. Лишних. Это не значит, что ты, когда тебе нужно бежать, например, ты сидишь. Спокойно не дергаешься. Машина, например, заглохла на каком-нибудь полустанке, на рельсах. И ты смотришь, как поезд на тебя едет, да? Ничего не предпринимаешь. Ну, в спокойствии. Нет, когда нужно действовать, надо действовать. Немедля. А когда не нужно, чего дергаться? Речь была об этом. И потом, есть одна интересная мысль, что ли, или практика, как угодно. Покой в движении. Ты движешься, а внутри сохраняешь покой. Вот как море, кстати. На поверхности шторм, а в глубине абсолютный покой. Чуть-чуть поглубже, на несколько метров, десятков. Вот это интересно. Даже если ты, например, боксер, они ходят вот… Я занимался в детстве фигурным катанием, и нам рассказывал преподаватель, что боксеры ходят немножечко вот так вот, боком. Ну, у них стойка, и они левые защищаются, например. Всегда боком ходят по улице. Интересно. Ну, и вот если боксер наносит удар, такой винтовой, внутри-то у него стержень должен быть. Покой, никакого волнения. Ударили, бодрит, массаж такой. Он просто делает действие необходимое. Пушкин, например, записывает. Вы думаете, что он дергается, что записывает в стихи? Сидит человек и записывает. У него внутри океан там радости или восторга. Ручка просто пишет. Ему-то чего дергаться? Ну, нога зачесалась, например. Ну, почеши ногу. А ручка сама пишет, продолжает. А нога чешется. Все одновременно происходит. Заснуть можно, Андрей пишет. Ну, конечно, медитирует, например, человек. Со стороны вроде спит. Глаза закрыл. Чего-то там бормочит. Но он не дремлет в своей нерванке-то. Он все осознает, как ему кажется. Ну, ладно, поедем дальше. Алекс Русалев. Слава, приветствую. Здрасте, Алекс. Тут возник спор с одним участником забега нашей палаты. Забег на койках. Так вот, он говорит, что когда-то ты сказал, что тот, кто пишет картины за деньги и ради денег, тот не художник. Мол, художник – это тот, кто пишет для удовольствия. Так ли это? Алекс, я не мог такого сказать. Наверное, всегда испорченный телефон, я заметил уже давно. Люди слышат то, что хотят, слышат. Потом они трансформируют еще в мозгу все. Кому-то переносит эту мысль, тот еще и понеслось. Через несколько людей эта мысль превращается вообще наоборот. Ну, это обычное явление. Даже опыт такой проводили. Я говорил, что мотивация художника – выразить себя. подарить что-то, как говорил Ван Гог. Я бы не был бы художником, если бы я не хотел подарить что-то важное миру. Подарить ему свой взгляд на мир. Я хотел бы, чтобы люди видели мир таким же чистым, как я. Ну, примерно, суть слов такая у Ван Гога была. Мир полный величия, красоты. Вот этой мотивации – не заработать. Если картина продается, это совершенно замечательно. Но мотивация другая. Ты пишешь, потому что не можешь не писать. Ты пишешь свой восторг. А продается так суперзамечательно. Но если мотивация меняется, я пишу, чтобы заработать, ты попадаешь в плен. В плен денег. Ты начинаешь... Ага, думаю, так, ага, хорошо. Меня сейчас в галеречке просят вот так написать, потому что рынок так хочет, люди так хотят. И ты скатываешься в попсу, в то, что хочет рынок, в то, что хотят обыватели. Другой вектор. Он просто убивает художника. Но я встречал таких людей, которые очень сильно страдают, попав в эту ловушку, в эту ловушку зарабатывания денег. И эта задача просто удушает, портит сильно чистоту намерения художника писать настоящее искусство. А значит, двигаться вообще в неизвестном направлении. Открывать новые тропинки туда, на гуру. Юлия К. Благодарю за ваше видео. Пожалуйста. Кстати, чтобы канал существовал, друзья, вы не забывайте там за корючки ставить лайки, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями. Вот это прям сильно необходимо нашему развитию. Ну, нашего корпуса я имел в виду. Почему, на ваш взгляд, Юлия К. спрашивает, водоэмульсионный грунт лучше акрилового? Для меня лучше, потому что он тянет, тягнет масло из краски. И мне нравится, когда тянучка, как в Академии Репина говорят, тянучка, грунт тянучка. Но пишешь примерно как темперой. То есть положил слой краски, она так высыхает потихонечку, и следующий краски слой не смешивается с предыдущим. Вот и вся история. Как только следующий мазок смешивается с предыдущим, то происходит их грязь, может быть. Если, конечно, это не задача художника, тогда можно подобрать себе грунт по вашему, по задаче. Акриловая эта пленка такая, не тянет ничего. Блестит все. Кто-то находит удобно писать на таком грунте. Мне нравится тянущий или прям сильно тянущий. Фактически водоэмульсионка это мел плюс клей ПВА. И происходит такое втягивание масла, излишков масла в грунт. И тем самым происходит связь, сцепка такая. Масляные краски и грунта. Прочно невероятно. Писать просто трудно, потому что приходится вписывать краску и привыкнуть к этому. Может быть, не один раз прописывать. Не может быть, а точно. Не один раз прописывать. Потому что ты, пока насыщается маслом грунт, ты несколько раз готов к тому, что ты будешь прописывать несколько раз. И с силой даже иногда. Но мне это нравится. Если вам нравится акриловая, пишите на акриловом. Это распространенное явление. Наоборот, эмульсионный. Очень сложно найти в магазинах. Кстати, я вчера в Ялте, в художническом магазине на Московской, дом 5. Я взял рулончик льняного холста с эмульсионным грунтом. Посмотрим, как он будет себя вести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok